Грантовый конкурс 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 В этом плане удобный инструмент, потому что он дает нам возможность сравнить существующие предложения и выбрать самое лучшее. Он обеспечивает более прозрачный механизм принятия решения и в конечном итоге, по мере того, как отношения сектора и государства развиваются, устанавливается больше доверия уже, понимания друг от друга, то действительно уходит какой-то страх про то, что какие-то не такие люди на конкурс придут и что-то не то предложат. А уже становится понятно, что это реально очень удобный инструмент и, кроме того, это еще и разделенная ответственность. Долгое время мы использовали только открытые механизмы конкурса, но в последнее время мы перешли к двум уровням. У нас есть и открытые конкурсы, на которые могут заявиться и податься все организации абсолютно сахаринские, но есть и закрытый конкурс, более красивое название, конечно, по приглашению. Когда речь шла о конкурсах Минэкономразвития России или когда мы ведем речь о грантовых конкурсах, которые проводятся региональными или муниципальными органами власти, все-таки базовая задача — это в целом весь сектор пригласить, поддержать и максимально широкую палитру, соответственно, некоммерческих организаций ими охватить. Поэтому открытый конкурс здесь в данном случае удобный инструмент. Открытый грантовый конкурс, как я уже сказала, это возможность войти широкой аудитории, то есть проверить себя. Мы также используем такой инструмент, как конкурсы по приглашению, которые построены немножко иначе. В этом случае мы уже вместе с получателями гранта вырабатываем некие партнерские проекты и работаем с теми, с кем мы уже в каких-то отношениях состоянием. Конкурс по приглашению позволяет реализовать инновационные, стандартные, не вписывающиеся в жесткие правила проекты с проверенными партнерами.